Современные стеллажи с мягкими выдвигающимися пуфами. Теперь полистать книгу можно, не отходя от книжной полки, удобно устроившись на мягком сидении. Бескаркасные кресла помогут читателям приятно проводить литературные встречи. А с помощью станции книговыдачи процесс регистрации книг теперь станет быстрее. Всё это появилось в Культурном центре наследия благодаря программе модернизации библиотек при поддержке губернатора Дмитрия Артихова. Мы надеемся и мы будем прикладывать все усилия, чтобы действительно библиотека стала местом протяжения. Может быть это громкие слова, но мы будем пытаться это делать. И надеюсь, что у нас это получится. Ремонт уже закончили, теперь обустраивают помещение. Дизайн библиотеки разработан на стыке современности и под старину. В будущем она станет центром краеведческой работы. Кроме читательского зала появятся выставочные и музейные комнаты. Для этого уже привезли витрины и мобильные стенды, на которых художники смогут выставлять свои работы. У нас нельзя экспонирование, места очень мало. То есть мы даже это планируем. А в библиотеке Губкинского сейчас ведется капитальный ремонт. Здесь появится территория образования, детская зона, конференц-зал, зоны для чтения и отдыха и даже арт-лаборатория. Библиотека будет очень иной. Она будет отличаться от центральной библиотеки. Ремонт именно в том формате, чтобы эти мероприятия обрели новый смысл. И помещение стало более удобно для тех, для кого мы проводим эти мероприятия. В библиотеку уже завезли часть нового оборудования. В ближайшее время поступит еще и мебель. Проведить закупочные процедуры. Уже работаем непосредственно с поставщиками. Для того, чтобы они изготавливали, дальше будем устанавливать. Обновленное оборудование получила и Салимальская сельская библиотека. Всего же по нацпроекту «Культура» в округе уже модернизировали 18 модельных библиотек.